Много лет дамба Хаджибеевского лимана представляла собой просто укрепленный участок дороги, который постепенно разрушался. Прорыв дамбы грозил бы техногенной катастрофой, пострадали бы десятки тысяч людей. Несколько лет назад здесь возвели полноценное дорогостоящее гидротехническое сооружение. Однако и это не решило проблему. Уровень воды в Хаджибейском лимане ежегодно приближается к критической отметке. Если ранее протекавшие участки защитной конструкции просто заваливали плитами и строительным мусором, то в 2016 году к делу попытались подойти более обстоятельно. Компания Промбудсервис выиграла конкурс и реализовала подготовленный проект по созданию защитной стенки у дороги со стороны лимана. Казалось, что потраченные 42 с лишним миллиона гривен решили проблему на долгие годы. Но в 2018 уже новая дамба дала течь. Кто виноват и что делать, непонятно. До сих пор не определен ни статус дамбы, ни балансодержатель. Вопрос-то в чем? Что если бы эта дорога была наша дорога, мы бы уже как-то там что-то бы думали себе. Но они до сих пор не могут ответить, что это такое гидросооружение дамба, как ее называть, КЖБСК дамб, или это все-таки дорога. Понимаете? Они ответить на это не могут. Тем временем эксперты заявляют о необходимости оперативного вмешательства. Ведь в случае прорыва дамбы пострадать могут и транспортные коммуникации, и огромное количество людей, проживающих на территории поселка Большевик и в районе Пересыпи. Они останутся без жилья. К тому же будут уничтожены предприятия, авария на которых повлечет настоящую экологическую катастрофу. Будут разрушены около 20 техноенно-экологически опасных предприятий, загрязнена вся акватория Одесского залива, и, ну, скажем так, может и не обойтись без человеческих жертв. Поэтому, конечно, сейчас хоть что-то нужно успеть сделать до возможных паводков. Очевидно, что проблема должна решаться на уровне правительства. Но готов ли кабинет министров вмешаться в ситуацию – вопрос. Ведь центральные органы власти во многом охвачены предвыборной кампанией, и до проблем регионов руки доходят далеко не всегда. В общем, основная надежда на благосклонность погоды. Ведь до весенних паводков осталось совсем мало времени. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».